Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ подвел итоги работы по объединению вузов Татарстана. Будущие магистранты получат образование за рубежом. Разнообразие, безграничность и свобода. Чем еще привлекательна уличная культура? Ректор КФУ Шатгафуров в интервью директору Татмеди Андрею Кузьмину подвел итоги работы по объединению вузов республики. Рассказал о престиже КФУ и тех задачах, которые решаются университетом. Подробности далее. О объединении вузов под знаменами КФУ академической тусовки в международных рейтингах ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал в интервью гендиректору Татмедиа Андрею Кузьмину. Мы предоставляем вам отрывок интервью, в котором ректор КФУ Ильшат Гафуров объясняет три уровня задач в зависимости от экспансии университета. Есть три уровня. Это регион наш, это Российская Федерация, это прежде всего наша республика, еще и город Казань, и международный уровень. Вот смотрите, нам нужно суметь сбалансировать как минимум три-четыре уровня интересов. Они разные. Я как-то вице-премьеру, курирующему проект 5 ТОП-100 сказал об этом. Я говорю, вы знаете, вот разные федеральные целевые программы и проект 5 ТОП-100 очень тяжело балансировать, поскольку в одних программах, где мы тоже участвуем и выиграли право этого участия на конкурсных условиях, ставятся одни задачи, здесь другие задачи. Ответ был очень лаконичный и, наверное, правильный. Мне сказали, а знаете, вы выберите для себя, чем вы хотите заниматься. Вот если вам мешает программа «Фарма-2020», да, не занимайтесь ей. Но я хочу сегодня сказать, что это примерно 700 миллионов рублей, и мы создали всю инфраструктуру от лабораторного исследования до сегодня опытного производства, и мы можем пройти все уровни создания новых лекарственных препаратов и средств их доставки. Этого в университете никогда не было, да, и мы это делаем по современным требованиям. Либо вот у нас появился собственный клиник, мы туда вкладываем огромные ресурсы. Я даже не буду озвучить, но хочу сказать, они, ну, миллиардами меряются. Это что, мы какую задачу решаем в глобальном пространстве? Мы что, наша клиника будет конкурировать клиниками западных университетов? Нет, конечно. Но мы решаем задачу регионального уровня, республиканского уровня, поскольку за нами закреплен достаточно большой контингент нашего населения, и мы должны оказывать им хорошие услуги. Полную версию интервью ректора Кафульша от Агафурова в интервью гендиректора ТАТ-Медиа Андрею Кузьмину в программе «Интервью без галстука» вы сможете посмотреть на нашем телеканале во вторник в 20.00. Диана Шилова, Универтньюс. В Казанском федеральном университете обсудили вопросы развития одаренных детей. Как этим занимаются специалисты в нашем сюжете. В Институте психологии образования Казанского федерального университета состоялась 22-я международная научно-практическая конференция «Психология и методика развития одаренности. Ментор и джиниус технологии 21 века», посвященная 190-летию Льва Толстого. В этом году мы выделили две такие перспективные технологии – «Ментор технологии» и «Гениус технологии». Они активно отрабатываются на Западе, в Западной Европе. И, по сути дела, мы так условно эту конференцию проводим под девизом «Поиска формулы гениальности». Конференция нацелена на развитие одаренных детей. Участие в мероприятии принимают специалисты из России, Беларуси, Польши и других стран. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универ-Ньюс. Магистранты России имеют реальную возможность получить образование за рубежом. В этом студентам поможет программа «Глобальное образование». О подробностях программы расскажет наш корреспондент. С 2014 года в России развивается программа «Глобальное образование». Данная программа направлена на социальную поддержку студентов, которые поступают в ведущие зарубежные университеты. По ней в России предоставляется грант на обучение в магистратуре за рубежом. А по возвращению на родину участники работают по своей специальности, на которую получали финансовую поддержку. Одним из крупнейших работодателей данной программы в России является Казанский федеральный университет. В частности, подразделение Институт педагогики и психологии является наиболее активным нашим партнером. Руководитель Института Айдар Миньмансурович оказывает всяческую поддержку и партнерские отношения, высказывает на цели, насколько мы знаем, в дальнейшем на совместную работу. 19 октября в стенах Института психологии и образования КФУ состоялась встреча представителей Московской школы управления Сколково с участниками программы, которые, уже получив образование за рубежом, работают в пределах Республики Татарстан. Также в своем интервью руководитель программы глобальное образование Московской школы управления Сколково отметила, что порядка 30 человек уже вернулись в Россию, а именно в Татарстан. Если говорить про общую численность, то уже более 150 человек завершили обучение в зарубежных университетах и работают в организациях и на предприятиях нашей страны. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Как казанская молодежь проводит свое свободное время? Они танцуют, поют, рисуют и делают это все так, как считают нужным. Таких смелых, неординарных и талантливых объединил первый фестиваль уличной культуры «Ура». Наш корреспондент стал частью этого яркого события. Вне рамок и без каких-либо ограничений. Эти ребята танцуют, как они хотят и рисуют то, что им нравится. Мы находимся на первом фестивале уличных культур. 20 октября бывший мебельный завод в Казани превратился в площадку проявления своих творческих способностей. Проект развития уличных культур «Ура» провел первый фестиваль для представителей городских субкультур и прогрессивной молодежи. Мы собрали воедино и показали всему городу то, что искусство, вся улица вылезает именно наружу. И это очень даже хорошо, потому что нужно раскрывать молодых талантов именно в таком ключе, а не просто их оставлять на улице. Уличная культура развивается с бешеной скоростью, постоянно расширяя степень свободы. Здесь не важен возраст и социальный статус, она открыта абсолютно для всех. Под уличной культурой называют те виды молодежного течения, которые не соответствуют определенным стандартам. Так, привычные классические направления танцев давно сменились такими, как брейк-данс, хип-хоп, хаус. А чтобы доказать свою крутость, нужно выйти на танцевальный батл соперникам. Соревнования проходили не только на импровизированной сцене, но и на стенах. Художники Казани и Татарстана создавали свои арт-объекты с помощью граффити. Пока одни творят искусство, другие ловко и умело выполняют экстремальные трюки. Когда находишься рядом и наблюдаешь все своими глазами, захватывает дух. Джамиль Ахмедзянов катается на BMX уже 6 лет. Отмечает, что для него это уже больше, чем просто спорт. BMX – это велосипедный мото-фристайл. Вначале я просто увидел, как мой друг катается и такой – вау, круто. А потом, когда втянуло, ну, это чувство свободы, ну, оно и называется фристайл. То есть ты делаешь все, что хочешь, и нету никаких рамок. Для всех любителей нестандартной и необычной музыки работала еще одна тематическая площадка. Здесь выступали представители различных музыкальных направлений. Звучал рок, диджейские сеты и многое другое. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. В честь юбилея Елабужского института КФУ открылась выставка, освещающая этапы развития учебного заведения. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета в рамках празднования 120-летия со дня основания епархиального женского училища состоялось открытие выставки в Музее истории института. Выставка освещает все этапы развития учебного заведения, которая сейчас и является Елабужским институтом КФУ. Мы очень горды тем, что коллектив нашего института смог сохранить историю и смог сохранить традицию и главную миссию, изначальную миссию создания этого института подготовка федератического храма. Гости мероприятия узнали об учредительнице учебного заведения Глафере Стахеевой и учебном процессе епархиального женского училища. Также состоялась экскурсия по храму священного мученика Василия. Храм до революции находился в актовом зале вуза. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. На сегодня это все новости. С вами была Анна Глазунова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok